Депутат Законодательного собрания Хабулда Шушубаев предстанет перед судом. Расследование по уголовному делу у бизнесмена завершено. Предприниматель обвиняется в мошенничестве и хищении средств дольщиков. Напомню, только пять дней назад самовыдвиженец выиграл выборы в Законодательное собрание Омской области. Елизавета Василевич подробнее. А не каждую пятницу собираются здесь. Дольщики Ясной Поляны, ждущие своих квартир 9 лет. Кто-то взял кредит, чтобы оплатить покупку жилья. Кто-то поехал работать вахтовым методом. Люди вкладывали все свои сбережения, поверив однажды в красивую рекламу об экологичном жилье эконом-класса. Но их ожиданиям не суждено было сбыться. Два дома, которые должны были построить еще в 2009 году в микрорайоне Ясная Поляна, до сих пор не сданы. Честно скажу, это может быть всем покажется каким-то уже гротескным это выражение. Но у нас так много уже умерло собственников, дольщиков. Кому-то достались уже по наследству. Кто-то ходит там уже не первое поколение. Это просто жутко. Въехать в свои дома в микрорайоне Ясная Поляна не могут более 300 человек. Они дольщики компании «Рокос», руководителем которой с 2008 по 2013 год был Хабул Даша Шубаев, а ныне депутат законодательного собрания Омской области. По данным следствия, деньги дольщиков в общей сумме более 100 миллионов рублей были перечислены на расчетные счета подконтрольных ему организаций, руководителями и учредителями которых были родственники и подчиненные Шушубаева. Бизнесмен обвиняется сразу по трем статьям. Растрата имущества, мошенничество и незаконное получение кредита. Сейчас прокурорам утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. В ходе следствия депутат отказался от дачи показаний. В отношении обвиняемого следствие избрало меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В целях возмещения причиненного дольщиком ущерба на имущество и денежные средства ООО «Рокос» в сумме 133 миллионов рублей в ходе следствия наложен арест. И вот как прокомментировал нам по телефону новость об обвинительном заключении прокурора сам Хабулда Шушубаев. То, что оно есть, я вообще не видел пока. Как попадает информация в следствии, это уже непонятно. Поэтому у меня комментарий нет, я комментирую пока не могу, пока не прочитаю. Похоже, что в последнее время Шушубаеву было не до этого. Напомню, бизнесмен вновь стал депутатом законодательного собрания по итогам выборов 18 сентября. Этому всячески пытались противостоять дольщики Ясной Поляны. Люди устраивали пикеты и митинги, однако это не помогло. Коллеги депутата под следствием считают, что даже если приговор Шушубаевой вынесут обвинительный, это не помешает бизнесмену снова участвовать в выборах. Как говорят знающие люди, вроде как все должно закончиться неоправдательным приговором, а даже если штраф будет, то условный хрок, это значит то, что будут новые выборы. Это будут потраченные, достаточно значительные средства на проведение новой избирательной кампании. По мнению следователя, депутат намеренно тянул время ознакомления с материалами следствия, уделяя их изучению два часа в день. После того, как Шушубаев получит копии обвинительного заключения, его направят в суд. Согласно федеральному законодательству, депутаты регионального парламента могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности. В случае, если в суде их вина будет доказана, полномочия нужно сложить. Елизавета Василевич, Новости здесь, Омск.